Привет, поляцы, польска, паинства кролевские, которые должны дать примеры, остальные, которые не встали быть так долго, как польска в офшарах панования кролевскоши, с велепоколениевым детейством конституционным, который превращался в систему традиционного демократии, либо в это был когда-то, и сейчас это тоже традиция, как система поляков, кролевской польской, сейчас независимо неподвижной републики, как это или так называть, и появляется укрепление, которое очень уважено и мне тоже в Польсе, но с большими политическими и системными, либо антисистемными блендами, которые называются антисистем. Я знаю, я знаю, я знаю, это сам этот антисистемный приказ, о котором я хочу сказать несколько слов. По-за системы, но в системе права, но как независимая часть бренды, гауэндзи права, мафия сэндзиовская, каста, которая оплачивает, ну, половина, большая половина, то злодеи, крадежницы и каста, привилегионная. Также, как бы в системе, но по-за системе была, генеральная сэрометная прокуратура, или там она лет притрвала. Те же, зеро варта, чего? Престэмцы в УСИ, все это вольные, мафии разные, делаем еще большим словом воломен, пружков, мафии политические. Это все в квитне банкиерка, в квитне współпроце этих каст системов, этих сэндзиов, прокуратура, политики, это все спритовский систем. И теперь, в КУКИЗ-15, партия, хочет выручить этот систем антисистемом. Очень странно. Ну, значит, как все, коррупционные, то нужно сделать антепанство, так? То есть, мы боремся с коррупцией в Польше антепольской. То есть, как в родине у кого-то какие-то проблемы. Там жена стала девушкой, мэнш, мэнш, тэн стал, тэж стал лятасом, быдлиакем. То че, либо дети, какие-то там, сдегенерованы, сатанистами стали, лажом там, где-то, либо были цу. Погарда, решта, решта, то треба как? Ту родину чистить, либо лечить? Антиродзином, гаслом, антиродзином, так? Либо антисистемом. Тобто, треба направить этот систем, бо, как не будет никакого системы, то будет систем тоже. Структура, система, концепция. Антисистемы. То анархия. Как можно, что-то доброе, лечить анархиум. То так само, как в Украине. И, раджимы Полякам, не быть такими, как в Украине, во Всходной Украине, там где, али в Всходной тоже Украине. Бардо великий, систем коррупционный. Али, а чемусь они не лечим, этот систем, антисистемом, чтобы, антиукраином, знишить этот систем. Бардо наочный, пример, борьбы антисистемовой, сейчас война на Донбассе. Там, где, большевицкая, потом, путиновская, еще были, какая-то, сдегенерованная, Россия, Россия во внутрь Киева, продавцовская, продавцовская, это все, там, балаган, который назывался непосредственным страном Украины, тоже, вцелил, такие, антисистемовые, антисистемовые, антисистемовые. То есть, антиукраинские. Дептать все, а там, То есть, никакого системы не предлагает, что есть, но только вывалить то, что есть. То есть, почему эта война на Донбассе продолжает? Потому что люди, вместо направления и контролирования, бороться за свои государства, они просто пошли против своего государства. Сепаратизм, отделение этого территории. И они подумали, что отделим себя. Это такой мозг. Мозг такой. Понимаете? Понимаете, Полицы? Он думает, что когда что-то, что от него зависит, ну а что от него? Взять в киев и путь в склепы, развалять, других людей тоже развалять, все развалять. Этот народ это ты и я, есть на 40 миллионов, снова разным это страшно, за минуту нас нет, минута быстро меняла, каждый на 7 небе, как в Швайцарии. Он думает, что потом по гаслах, хаслах, популистских, он на 7 небе, как в Швайцарии жить. Так было и по первой, помаранжовой революции, там, где люди вычислили, а потом пошли по домам, и сделайте там, что хотите. И снова систем Януковича. Ну, вы знаете, такой гмак популизма, который на крови мучеников польских, как журналисты вычислили, которые до этого борются с ОПА. В Украине это ОПОВцы, которые до этого борются с АКОВцами, а потом борются против коммунистов. Это тоже была речь волынская. Но надо очень точно проводить следствие, чтобы такие позасистемовые сэнди или прокуратуры, которые были в Польше за годы Тулска, не судили только в одну страну, которую или Москва, или силы, которые хотят разделить государство, чтобы Польская снова стала одним антисистемом. Как речь в себе, зафия. Валька для Вальки. И это Бенжи потом, мы тоже видим это по Майдане. Целковая коррупция и страда. По Вальке повстала анархия, антисистем. Только развалили этот систем. Януковича, который ожидал до России, а если бы не ожидал, то Майдан продолжал бы и до сегодня. Потому что Путин упустил его, Януковича. И представьте себе, что бы было, если бы Путин не упустил его. Ну, умерения были завтра, чтобы Янукович выехал, а он так покрошил, покрошил, и где он поедет с этими миллиардами. В Венесуэле, или до этих третьих странах, где он только приехал за 20 минут, он уже голый, нэкид и уже обработанный. Не. А если я его не прийму, где он? Он едет с повротом в Украину и добивает Майдан. Янукович выпередолил, сдрапнул из Украины по 21, по 22 датам лютого. Он видел, что Путин ему дает место. А если бы он видел, знал, что Путин ему ничего не дает, он бы тут был и на сегодняшний день. И эта позиция от слова попа дупа позиция, которая продавала этому Януковичу и только благодаря тем самым радикальным силам на Майдане, которые вытрывали. Решта, которые тоже страдали кияне, народ в Киеве. Ильич оставил этого Майдана, чтобы его уничтожить. Но Янукович ожидал. И этот план был для того, чтобы Путин забрал Крым, началась война, а теперь юдомафия. Так, ну Крым, Путин, забирай, чтобы нам все в порядке было. Потому что это такой систем, систем юдомафии, который пришел на антисистемовое тюрьм. Такие, Польцы, о вашем системовой и антисистемовой. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, что было в тюрьме. Страд на страде, афера на аферой и снова одно и то самое кулко. Польцы. Такое, пару слов о этой антисистемовой. Страд на страде,